Дорогие друзья, приветствую вас. Давайте немножко по Армагеддоним в части предсказания будущего кризиса. Вот смотрите, я сейчас открыл данные по уровню безработицы в Соединенных Штатах. Вот если мы посмотрим, видите здесь на графике минимальные значения провала. Вот этот провал 1973 года, это Саудитовский кризис, когда была взвинчена цена на нефть. Следующий провал, когда был достигнут минимум по безработице в Соединенных Штатах, это энергетический кризис в 1979-1980 году. Вот видите, вот он, этот провал. Дальше был черный вторник 1987 года и дальнейшие кризисные явления, вот с 1987-1989 года. Соответственно, минимальное значение по безработице. Дальше в марте 2000 года был крах даткомов. Вот здесь были достигнуты минимальные значения по безработице в США. Так, и вот ипотечный кризис 2007 года, тоже были достигнуты минимальные значения по безработице в США. И, соответственно, после этого разразился кризис 2007-2008 года. Но у нас он начался в 2008 году, а во всем мире он вообще начался в 2007 году. Так, ну и вот что мы сейчас видим сейчас? Сейчас в Соединенных Штатах Америки достигнуты минимальные значения по безработице на вот этом всем историческом этапе. То есть мы сейчас находимся, по сути, в точке бифуркации, когда система становится неустойчива, и в любой момент может произойти смена равновесия и переход в другую фазу. Но давайте вот посмотрим график фьючерса на S&P, американский фьючерс, ключевой. Вот есть такая штука уровня Fibonacci. Вот если построить вот этот месячный график, таймфрейм месяц 2005 года, когда был первичный обвал, разложить уровни Fibonacci. Это октябрь 2007 года, и вот когда начался рост, это март 2009 года. И когда была последняя коррекция, это вот июнь 2015 года, март 2016 года, то в целом мы здесь получаем уровень, который близок к текущему значению, достигнутым американским индексом. Вот в первом случае это 3078, во втором случае 3024. Ну, среднее где-то 3050-56, красная линия вот эта. То есть мы сейчас достигли исторически максимальных значений по американскому индексу S&P. И вот где-то получается вот это вот значение отсюда и до 3050, которые будут достигнуты перед тем, как наиболее вероятно развитие кризиса и обвала. Ну, может ли американский индекс расти вверх? Ну, в принципе, может, теоретически. Практически драйверов для этого роста нету. Накопилось очень много проблем в экономике. Торговые войны, госдолг США. В принципе, даже по Фибоначчи, если посмотреть, есть уровни и выше. Но вот сейчас, с точки зрения показателей макроэкономики Соединенных Штатов и других государств, мы подошли к такой точке, когда система стала неустойчивой. Вот это также видно на графике. Здесь образовалась так называемая тройная вершина или голова и плечи. И, соответственно, вот эта фигура, когда она приходит к основанию, она, как правило, движется на величину высоты вниз еще. Если начало движения рассматривать вот эту проторговку, ну, откуда доходит это минимальное значение, то есть это проторговка 2350 где-то, то, соответственно, при достижении этого уровня падение будет, скорее всего, на 1600-1700. Если брать более основательный уровень, такое иногда тоже допускается, то есть где была более мощная проторговка, вот она, то, соответственно, в этом случае будет при достижении уровня 2150-2160 будет движение на 1350. Вот красные линии я их обозначил на графике. А здесь еще есть такой момент. В 2020 году, в ноябре, выборы американского президента. Возможно, что Трамп будет прикладывать максимум усилий к тому, чтобы не произошло полного обвала. Но, однако, как бы он не может управлять фундаментальными причинами. Поэтому вот здесь, конечно, есть определенный диссонанс. То есть, с одной стороны, Трамп будет стараться выйти на ситуацию, чтобы рынок совсем уже не обвалился. С другой стороны, есть фундаментальные причины, перекосы, накопленные в экономике мировой, которые будут этому препятствовать. Поэтому вот если анализировать уровни, которые могут быть достигнуты при реализации фигуры голова и плечи, скорости падения, которые, как правило, выше скорости роста, а также то, что все драйверы, практически все драйверы экономики, они исчерпаны, то как раз, скорее всего, к ноябрю 2020 году мы и можем получить вот такое движение до 1650 или до 1300. Но, в принципе, возможно, остановка и вот здесь, 2350. То есть, в дальнейшем может быть запущена процедура количественного смягчения, продолжение. Но, я думаю, такой сценарий будет маловероятен. Поэтому, фактически, у нас получается четыре ключевых уровня, до которых, скорее всего, будет проходить движение вниз в ближайшем будущем. Это вот 2355, 2150, 1636 и 1350. Но будем надеяться, что ниже этого уровня не пойдет. Систему ее остановят и будут реанимировать. Но, с точки зрения теории, возможно движение на эти уровни, и причем в относительно близком будущем. Но, опять же, я повторюсь, это вероятностные процессы. То есть, вот то, что я вам показываю, это не значит, что железно будет так. То есть, даже вы видите, здесь я вам показываю несколько сценариев. Но, тем не менее, то есть, все равно какие-то негативные движения, скорее всего, возникнут. Так, ну, давайте дальше с вами посмотрим, как это может повлиять на нас. Прямо самое ближайшее будущее. Сейчас идет рост российского рынка. Но, тем не менее, если посмотреть майские значения нефти и текущие, вот основная часть мая, средневзвешенное значение, в районе 70-71 торговалось. Сейчас нефть 64 с копейками. То есть, нефть где-то на 10% снизилась. Я говорю именно не на конец мая, а средневзвешенное значение. То есть, в конце мая она была вот пониже, она здесь проседала. Вот. Но, тем не менее, то есть, вот средневзвешенное значение, оно уменьшилось где-то порядка 9 или 10%. Дальше, вот смотрите, у нас сейчас начинается снижение сальдоторгового баланса. Экономика нашей страны, как бы там кто что ни говорил, на 50-70% в зависимости от методики учета ВВП, завязан на продажу, добычу, продажу и обслуживание сырья, нефть, газ, металлы, уголь и так далее. Вот, соответственно, сейчас начинает снижаться сальдоторгового баланса. Так, дальше, если мы посмотрим рубль. Вот рубль в мае был на уровне 65,11 средневзвешенного, сейчас он 63,87. То есть, рубль укрепился, получается, где-то в районе 2%, а нефть средневзвешенное значение упала где-то на 9-10%. Диссонанс. То есть, экономика зависит от нефти. Нефть падает, а рубль укрепляется. То, что наша экономика отрезалась от нефти, это пустые разговоры. Можете особо на них не застрять внимание, потому что это как сжатая пружина. То есть, если говорят, что она не зависит от нефти, получается, сжимается пружина. И, соответственно, дальше будет наиболее вероятный сценарий – это ослабление рубля, если нефть продолжит движение вниз. Так, ну вот индекс РТС вырос где-то на 10%. При этом нефть средневзвешенное значение на 10% просела. Второй половине июля заканчиваются отсечки. И поэтому, видите, здесь уже разворотные модели такие вверху на недельном графике рисуются. И поэтому мы подходим к такой точке, которая очень грозно смотрится на фоне того, что я писал по американскому рынку. И мы можем в самое ближайшее время столкнуться с существенной корректировкой. Я прошу вас не забывать об этом, когда вы следуете различным идеям и ставить стопы, потому что кризис где-то очень недалеко. Все, спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok